Недавно аэропорты в Великобритании расширили 5-километровую бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов после катастрофических последствий незаконных дронов в аэропорту Гатвик, что привело к задержке рейсов и оставило тысячи людей в затруднительном положении. Однако, несмотря на все негативные отзывы о дронах в прессе, дроны действительно положительно влияют на жизнь людей. К сожалению, мы редко слышим эти истории. Поиск пропавших людей, доставка дронами, в том числе критически важные поставки крови и других предметов медицинского назначения, природоохранные и картографические страны – вот некоторые из способов, которыми дроны положительно влияют на жизнь людей. Бакстонская горная спасательная служба в Дербишире сможет запускать беспилотные летательные аппараты в труднопроходимую или опасную местность после получения специального разрешения от Управления гражданской авиацией Великобритании. Бакстон Маунтин Рескью в настоящее время является единственной поисково-спасательной командой в Англии и Уэльсе, получившей это специальное разрешение от КАА. Бакстон Маунтин Рескью получил одобрение КАА. В арсенале спасательной команды Бакстон Маунтин теперь есть дроны. Бакстонская горная спасательная служба, 8 пилотов-специалистов, которых ласково называют команда дронов, будут помогать в поисках пропавших без вести в районе Пик-Дистрикт. Спасательная команда может активизировать свои усилия, они могут обследовать более обширные участки удаленной вересковой пустоши, на что обычно уходят часы с участием добровольцев и легче проникать в труднопроходимую местность с воздуха. Дрон теперь может искать более эффективно и экономично, чем вертолет, это сократит время спасения и значительно повысит шансы на выживание. Недавно в Норфолке, Великобритания, мужчина, который пропал без вести в болотах Тичуэлл после того, как начался прилив, застрявший полицейский беспилотник смог найти его после того, как был подан отчет о пропавших без вести. 75-летний Питер Пиу был по подмышке в болоте, когда дрон заметил его. Без дрона это было бы невозможно, потому что вертолеты не могут летать так близко к земле. Кадры с дрона, на которых Питер Пиу был найден через день после того, как он был объявлен пропавшим без вести. В Соединенных Штатах полиция использует дроны, оснащенные тепловизором, для поиска пропавших без вести. В Австралии спасатели с помощью дрона сбрасывали поплавки, борющимся с трудностями пловцам на пляже Бонди. Дрону потребовалось всего 70 секунд, чтобы добраться до застрявшего пловца, и по оценкам, спасателям потребовалось бы около 7 минут, чтобы переплыть его. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.